Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Украина. Необратимый путь в НАТО? Утешительный приз или твердые гарантии со стороны НАТО? С чем президент Зеленский возвращается из Вашингтона? Война на истощение, в чью пользу складывается баланс сил? Кто и почему призывает Киев к примирению с Москвой? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Уильямом Померанцем, директором Вильсиновского центра в Вашингтоне, и Леоном Ароном, старшим научным сотрудником Института American Enterprise. В четверг в Вашингтоне завершился трехдневный саммит стран-членов НАТО, на котором вопрос о членстве и помощи Украине стали центральными. В то время как члены НАТО в декларации, принятые по итогам обсуждений в сильнейших выражениях, осудили российское вторжение в Украину, обвинили российских официальных лиц и военнослужащих в совершении военных преступлений, пообещали многомиллиардную помощь Киеву, они в очередной раз отказали Украине во вступлении в НАТО. После длительных обсуждений они объявили о том, что перед страной открыт необратимый путь в НАТО. Сколь долгим этот необратимый путь может быть, ничего не сказано. Перспектива прихода в Белый дом в будущем году Дональда Трампа с его, как считается, скептичными взглядами и в отношении НАТО, и в отношении поддержки Украины, заставила участников саммита предпринять несколько, так сказать, предупредительных мер. Координацией помощи Украине теперь будут заниматься в Брюсселе, а не в Вашингтоне. Появится специальный посланник НАТО по Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытался убедить страны-члены договориться о многолетней программе помощи Киеву, но они решили принимать соответствующие решения ежегодно, выделив 43 миллиарда долларов Украине на ближайшие 12 месяцев. Тем не менее, Уильям Померанс считает, что Украина и ее союзники добились на этом саммите многого. Я не ожидал, что Украине будет предложено вступить в НАТО, поскольку очевидно, что это может вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией из-за пятой статьи Устава Североатлантического Союза, предусматривающей помощь стране-члену, подвергавшемуся нападению. Но отсутствие приглашения вступить в НАТО не означает отсутствие решимости помочь Киеву. Да, президент Зеленский не сумел выполнить свою программу максимум, но НАТО, по сути, берет на себя обязательство поддерживать Украину. Я думаю, что членство Украины в НАТО – дело недалекого будущего, и во многом это результат российской агрессии против Украины. Объективно говоря, НАТО и Украина уже тесно сотрудничают в военной области. Киев получает вооружение от стран-членов НАТО, украинские военнослужащие проходят подготовку на их территории, страны НАТО ввели санкции против России. Мало того, этот саммит придаст импульс усилиям союзников по организации поставок вооружения Киеву. Президент Байден объявил о том, что Украина получит дополнительные комплексы противовоздушной обороны «Патриот», другие противоракетные системы. Отсюда недалеко до полноправного членства Киева в НАТО. Господин Померанц, выступая на саммите, Джо Байден призвал мир не заблуждаться в том, что касается способности Украины остановить Путина. Она это может сделать, и она это сделает с помощью западных союзников, так сказал Байден. Как вы думаете, что впереди для Украины и России? Кажется очевидным, что у Киева нет сейчас возможности нанести поражение России. У России, как говорят американские военные, нет сейчас резервов, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Тем не менее, некоторые аналитики пишут, что учитывая несравнимо больший людской и экономический потенциал России, в длительном противостоянии у нее будет преимущество. Я совершенно не согласен с такими утверждениями. Во-первых, России угрожают крупные экономические проблемы, которые Путин не способен разрешить. Во-вторых, между российскими службами безопасности и армией существуют серьезнейшие трения и разногласия. В-третьих, санкции, без сомнения, оказывают свое влияние на экономику, на энергетический комплекс России, и их последствия будут более заметны. В-четвертых, способность Украины наносить удары по энергетическим и военным объектам на территории России наверняка негативно отзовется на боеспособности российской армии. Эти удары уже лишили Россию возможности экспорта нефтепродуктов. Да, я не думаю, что украинцы завтра держат верх, но я не вижу у Путина резервов, которые бы привели Россию к победе. Есть сомнения относительно его способности значительно нарастить численность армии. Россия потеряла значительную часть Черноморского флота, который не способен вести активные боевые действия. Я думаю, Путину не удалось поднять народ на священную войну. Я не видел очередей добровольцев у военкоматов. В действительности, обе стороны сейчас ведут войну на истощение. Невозможно сказать, кто дрогнет первым, но у украинцев есть серьезные стимулы продолжать борьбу с агрессором, вернуть свои территории, им обеспечена поддержка западных союзников. Россия же в этой войне руководствуется лишь интересами Путина. В действительности, большинство россиян не хотят войны. Они ощущают на себе ее последствия. Они за переговоры с Украиной. Позиция Путина разговор на переговорах может идти только о капитуляции Украины. Я думаю, украинцы на это не пойдут. Большинство экспертов соглашается, что для победы Украине крайне важно не только получить от союзников эффективное оружие, которое постепенно она получает, но и иметь возможность эффективно его использовать, в том числе для ударов по российской территории. Как вы думаете, предоставят ей эту возможность? Прямого ответа на саммите мы, кажется, не получили. Очевидно, что об этом идут дискуссии в западных столицах. Они принимают разные решения на этот счет. Мы видим, что даже Соединенные Штаты позволили Украине применять американские вооружения для ударов по огневым позициям российской армии на территории России. Правда, со значительными ограничениями лишь в районе Харькова. Но, на мой взгляд, со временем ограничения будут ослаблены. Не исключено скоро. Вполне возможно, что российский удар по детской больнице в Киеве, как и другие атаки на гражданские объекты на территории Украины, очевидные военные преступления, заставят Вашингтон изменить свою позицию, позволить наносить удары в глубине российской территории. И, как я уже говорил, такие удары могут возыметь серьезные последствия для России. Это был Уильям Померанц. Леонорон, как вы оцениваете результаты саммита и декларацию, значительная часть которой посвящена Украине? Декларация, конечно, была беспрецедентная. Во-первых, совершенно конкретно указывалось, что Украине будет переведено 40 миллиардов долларов. И хотя не говорится о том, как будет продолжаться это, смысл такой, что вот в следующие 12 месяцев 40 миллиардов, а дальше посмотрим. Но, в принципе, достаточно серьезные суммы будут на это ассигнованы. Второй, мне кажется, очень интересный момент. Впервые НАТО совершенно конкретно и в довольно таком серьезном для дипломатии языке выступило против Китая. По причине того, что Китай как бы кислородная подушка для России. Это 90% всего того, что России нужно для их ракет, для их снарядов, для их самолетов. Хотя непосредственно оружие не посылают. Посылается все для того, чтобы Россия могла сама это оружие делать. Высокотехнично. Третий очень интересный момент. Хотя лексика в отношении России, в общем, наращивалась с точки зрения враждебности, здесь, в общем, сняли, как говорят, перчатки. И часть той декларации, которая посвящена России, она, в общем, бьет на отмашь. Упоминается вот непосредственно госпиталь детский, который был разрушен с огромными потерями. Говорится о том, что это агрессия, которую непосредственно нужно остановить. Она угроза не только, естественно, Украине, даже Европе. Она угроза всему миру и так далее, и так далее, и так далее. То есть такое впечатление, что НАТО поняло, что переговоры с Россией на данном этапе невозможны, что Китай абсолютно игнорирует все... Вы помните, да, вот последние несколько месяцев ездили целый ряд главгосударств, включая канцлера германского и на уровне министров, пытаясь убедить или попросить Китай, чтобы он России не помогал вести эту войну. Но сейчас его упрекнули в том, что без Китая Россия эту войну продолжать не может. Вот эти два момента, мне кажется, показывают, что, в общем, НАТО действительно перешло, как говорят, от слов к делу. Леон, Украина на этом саммите не получила приглашения в НАТО, но она получила заверение в том, что она на необратимом пути в НАТО. Как вы думаете, приближает ли эта формулировка Киев к достижению его цели, то есть членство в Североатлантическом Союзе? Трудно сказать. Вы понимаете, да, это действительно очень интересная формула, потому что, как мне кажется, она плод компромисса. Понимаете, есть целый ряд, ну, начиная, скажем, с венгерского Урбана, скажем, Германия не очень горит желанием принимать Украину в НАТО. В отличие от Восточноевропейского блока, да, Польша, Балтийские государства и так далее. Это компромиссный, как мне кажется, вариант. Он показывает, что где-то, когда-то в будущем действительно что-то произойдет, но не указывается никаких временных рамок, никаких дедлайн на это не указывает. Как вы думаете, дал ли этот саммит ответ на, возможно, главный вопрос? Будет ли Украине оказана необходимая поддержка? Получит ли она все необходимое для достижения победы? С чем Зеленский приедет домой с этого саммита? Во-первых, все необходимое для победы – это очень широкое понятие. Сразу нагрузить Украину всем необходимым для победы, конечно, невозможно. Мне кажется, что он с этого саммита поедет в достаточно хорошем настроении. Потому что, конечно, никогда Украина не получит всего того, что она считает необходимым на сегодняшний день. Но мне кажется, что даже то, что официально известно, а не забывайте, что там, наверное, есть какой-то пакет достаточно секретный, о котором мы не знаем, пакет помощи Украине. Мне кажется, что здесь он будет достаточно доволен этим. Во-первых, тем, что нет ни тени повторения того, что нужно бороться за мир, и для этого нужно принять какие-то меры, и для этого нужно сделать первое, второе, третье. Это все отсутствует. То есть вы видите установку НАТО на поддержку Украины до победы? На победу Украине я бы не забегал так далеко. Здесь нужно все сделать для того, чтобы Украину удержать на таком уровне сопротивления, который в долговременной или, скажем, в среднесрочной перспективе станет невозможным поддерживать для России не тактически на поле боя, не экономически. Вот мне кажется, что в этом заключается сейчас вся стратегия НАТО. Мы вернемся к разговору с Леоном Ароном. Оставайтесь с нами. Привет. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Украина. Необратимый путь в НАТО? Мои собеседники сегодня – Уильям Померанц и Леон Арон. Леон в последние месяцы в американской прессе немало писалось о трудностях, с которыми сталкивается украинская армия, писалось о наступлении российской армии. И в общем складывалось впечатление, что Кремль сумел поставить страну на военные рельсы и общий баланс сил складывается не в пользу Украины. То есть несравнимо большие людские экономические резервы России дадут о себе в конце концов знать. Financial Times только что опубликовала письмо нескольких бывших западных послов в России, которые призывают договариваться с Путиным, исходя именно из этих соображений. Как вы относитесь к такому тезису? Давайте мы начнем с поля боя, с тактики, и потом перейдем к экономике. Нужно расставлять акценты на временных каких-то рамках. Да, на сегодняшний момент, совершенно верно, у России больше солдат, у России больше пушечного мяса, у России больше снарядов, но заглохло наступление на Харьков, заглохло наступление почти, в общем-то, практически уже завершенное, и, видимо, победа была близка на час и фиар. Почему? Как мне кажется, среди прочих моментов, есть интересные сведения о колоссальных совершенно потерях российских войск, и второе, это то, что разрешили, по крайней мере, стрелять западными высокотехнологичными дальнобойными орудиями и ракетами через границу, не вглубь России, это еще отдельный разговор, но, по крайней мере, через границу. И, безусловно, это сыграло очень серьезную роль в том, что захлебнулось наступление на Харьков, потому что до этого совершенно безнаказанно группировались российские войска, подводились танки, подводилась артиллерия, непосредственно границы, и даже переходя границу на севере между Россией и Украиной. Сейчас это все поставлено под удар. Поэтому, по крайней мере, на сегодняшний момент на поле боя это заглохло. Пока наступило, как мне кажется, можно сказать, равновесие. Но, учитывая огромный поток оружия высокотехничного, учитывая очень важный переброс в Украину батарей Патриот, которые в течение нескольких месяцев, а, может быть, даже полугода, смогут прекратить или, по крайней мере, сократить колоссальное превосходство России в воздухе и, безусловно, конечно, деньги, которые переводятся, тут можно говорить, что, в общем, может быть, ситуация, которая как бы наклонялась к России, и она выправилась или даже, может быть, немножко стала наклоняться к Украине. Вот это, мне кажется, на поле боя. Хорошо. А какая ситуация в тылах? Вот Владимир Путин рапортует об успешном преодолении санкций, о высоком экономическом росте. И Всемирный банк вносит Россию в список стран с высокими доходами. Что за этим фасадом? После поражения Блицкрига, конечно, в феврале-марке 2022 года стало понятно, что Путин готовится к марафону. Он бежит в марафон, и цель его просто пересидеть, пока не кончится терпение Запада, и Запад не заставит, по мнению Путина, опять-таки, Украину идти на какие-то компромиссы. Ну, в общем, компромисс – это, конечно, эфемизм. Сдаться на условиях Москвы. И вот здесь не все так благополучно. Да, конечно, Путин копил на войну, как экономисты совершенно правильно говорили российские, где-то с 2018 года, накопил огромные деньги, бешеные совершенно вливания в военно-индустриальный комплекс, зарплаты там, безусловно, растут, похоронные деньги, бонусы, так называемым, волонтерам, добровольцам и так далее, и так далее. Но там надрывают другие опасности, включая инфляцию, уменьшение товаров широкого потребления. И, конечно, нужно поговорить, безусловно, о том, что тратится сейчас на войну, какие деньги, я могу привести совершенно ошеломляющие цифры, и какое количество потерь у России. То есть он действительно начал этот марафон. Такое впечатление, что пока он на погаревой дорожке бежит достаточно бодро, но дорожка достаточно узкая. С одной стороны, огромные потери убитыми и ранеными, и колоссальные траты на войну, а с другой стороны, попытка сохранить так называемый социальный мир. Если смотреть в этом контексте и брать, скажем, не сегодняшний день, а, скажем, год или два, в течение которых, учитывая эту декларацию НАТО, сможет Украина продержаться, вот тогда, мне кажется, что говорить о какой-то окончательной победе Кремля невозможно. Но насколько можно верить прогнозам о запасах прочности военной машины Путина? Если не ошибаюсь, в конце 22-го года аналитики говорили о том, что у российской армии вот-вот иссякнут арсеналы ракет для ударов по украинским городам. Говорили об уменьшении интенсивности обстрелов. Однако эти ракеты до сих пор бьют по украинским городам. Юрий, посмотрите на такой интересный момент. Вот интерпретация путинского визита в Северную Корею. На мой взгляд, совершенно заточенная на каких-то второстепенных моментах. А вот он собирает союзников по холодной войне, бывших советских союзников и так далее. Не в этом же дело. Коронованный самим собой король Евразии едет в концентрационный лагерь, который называется Северной Кореей. Наследственная коммунистическая монархия. На 165-м месте по доходам индивидуальных населения. Даже ни один советский лидер, видимо, просто постыдился ездить в Северную Корею. А Путин поехал. И я вас уверяю, что если бы он мог не поехать, он бы не поехал. Или если бы можно было, допустим, Белоусова, нового министра обороны, послать. Ради бога. Нет. Ким хотел, чтобы вот именно поехал российский президент. Специально поехал на поклон Пхеньян. Для чего? Для снарядов и баллистических ракет малой дальности. Понимаете, со всеми деньгами, которыми накачивается военный индустриальный комплекс. С огромной помощью Китая с точки зрения металлообработки, с точки зрения токарных станков, полупроводники. И если бы не колоссальная нужда, не поехал бы Путин туда. При всех деньгах, при всех триллионах, от 11 до 12 триллионов рублей сейчас Россия тратит на войну, не могут производить достаточное количество баллистических ракет и совершенно примитивных артиллерийских снарядов. Если за два с половиной года не смогли выпускать достаточное количество артиллерийских снарядов, это показывает, что, в общем, все не так блестяще. Как вы относитесь к аргументу о значительных людских резервах России? Это очень серьезный момент. Очень серьезный момент. Но вот последние цифры, приведенные журналом «Экономист», очень респектабельным на базе целого ряда исследований. Последние цифры на поле боя пало убитыми или серьезно ранеными от 460 тысяч до 700 тысяч российских солдат-военнослужащих. Это очень серьезно, потому что объявлять еще одну мобилизацию политически очень сложно, и Путин совершенно правильно это откладывает. Да, Россия огромные политские резервы, но они не бесконечны. Война ведется на уровне потерь Первой мировой войны, так называемый людской вал, где-то от 30 до 37 процентов потерь живой силы. Ну, например, во Вьетнаме Соединенные Штаты теряли где-то от 4 до 5 процентов, в самом худшем случае. То есть это не современная война, а это война, которую Путин ведет по стопам своего идеала, Иосифа Сергеевича Сталина, как в свое время говорил один известный российский писатель, мы заваливаем врага своими трупами и топим его в собственной крови. И я хочу еще сказать об экономике, просто буквально два слова. Происходит совершенно явный процесс, о котором, кстати, предупреждал Набиуллин. Оттягивается сейчас людской капитал из всех областей, кроме военно-индустриального. Значит, производится меньше обычных товаров, но растет колоссальными темпами денежная масса. И это, конечно, классический момент. Инфляции, Путин инфляции очень боится. Набиуллина с его благословления подняла ставку Центробанка до 16 процентов, что вообще, по-моему, в истории больших стран не было до сих пор. Но, тем не менее, инфляция продолжает съедать пенсии, хлеб, макароны, сахар, цыплята, яйца. Там рост до 24 процентов по сравнению с 2022 годом. Леон, несмотря на все, о чем вы говорите, антивоенного движения в России нет. Нет призывов к Путину закончить войну. Мы в прошлом об этом с вами уже говорили, но что, как вы думаете, может изменить такие настроения внутри России? Мы знаем из российской истории, да, действительно, мы об этом говорили. Но какое-то совершенно явное поражение. Какой-то явный совершенно успех украинских войск. Наверное, какого-то широкомасштабного наступления сейчас ожидать очень сложно. Украина, она в очень сложной ситуации тоже находится. Но, допустим, взятие какого-то города, скажем, наступление Украины где-то в Донбассе. Мне кажется, что и тактически, и символически нацелено, мне кажется, сейчас Украина на крыль. Потому что он уязвим. И есть вот этот замечательный мост, который, в общем-то, не так уж сложно специальными средствами уничтожить. Или, по крайней мере, опять затруднить прохождение по нему автотранспорта. Пожалуйста, пример. Если удастся Украине или взять, или изолировать Крым, то, мне кажется, вот это будет, например, один из таких моментов, когда, в общем-то, чуть-чуть режим пошатнется. Ну, объявление, безусловно, второй мобилизации. Сейчас, конечно, Путин будет стараться до последнего момента ее не объявлять. Делать ее так называемой ползучей. В последний момент он пока назревает путь домой. Жены и матери резервистов, которые пытаются, по крайней мере, вызволить их, если не вообще, то в отпуск. Была демонстрация. Эти женщины встали на колени перед Министерством обороны. ОМОН приехал. Наверное, сверху кто-то позвонил достаточно разумно. Сказал, что нет, вы на женщин с дубинками не полезете. ОМОН уехал. Но ведь это все будет продолжаться. Вот мне кажется, что какие-то такие, знаете, подземные моменты назревают. И опять я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили. Да, на сегодняшний момент это комарийный укус. Но посмотрим, как будет продолжаться это развиваться. Сколько еще мужей и сыновей не будет возвращаться домой. Это тоже очень важный вопрос. Энн Эблбаум, написавшая несколько книг о России, называет тех, кто призывает к примирению с Путиным, марионетками Кремля. Как вы думаете, чем руководствуются эти люди? Может ли этот, что называется, нарратив обрести вес? Путина нужна победа. То есть цена мира практически это сдача Украины. Единственное, о чем будут вести переговоры, вот в этом развороте, в этом контексте, это о том, какие кусочки завоеванные Россией территорией Украина может получить. Возвращаясь к началу нашего разговора, цель НАТО – поддержать Украину с тем, чтобы вот эта дилемма ушла. То есть говорить о мире нужно будет, ну, если не с позиции силы, то, по крайней мере, в тот момент, когда Путин начинает понимать, что о победе говорить невозможно, а нужно, как говорят, спасать лицо. И тогда уже начнутся какие-то действительно серьезные переговоры. То есть будет вопрос не о том, как много сдавать территорий Украины, завоеванных в результате российской агрессии, а действительно о серьезной отдаче или отступлении России с каких-то земель. Вопрос, может быть, решать о Донбассе. Может быть, возвращаться, опять-таки, в ситуации 2014-2015 годов, когда все-таки шел разговор о какой-то автономии, может быть, Донбасса, о какой-то автономии Крыма. Вот это, я считаю, был бы совершенно оптимальный вариант. Я думаю, что, учитывая общественное мнение, мы знаем по опросам и в Соединенных Штатах, кстати, и в Западной и Восточной Европе, что все-таки большинство людей в этих демократиях, я подчеркиваю, да, о демократии, потому что важно именно настроение людей, за то, чтобы помочь Украине выстоять. Скажем так, мы знаем, что ждет Украину в случае, если вот их сценарии действительно будут иметь место. Да, это все будет колоссальной совершенно катастрофой для Запада, колоссальной катастрофой для Восточной Европы. И, кстати, совершенно явной угрозой Восточной Европы. Потому что мы знаем, что опьяненные победой авторитарные режимы, мы знаем, что они не останавливаются. Я думаю, что все-таки пока это ведется на каком-то экспертном уровне, я думаю, что это не очень сильно влияет на общественное мнение. А что влияет, Юрий, это вот фотографии убитых детей и разбомбленного детского госпиталя и так далее, и так далее. Ну а что может изменить в этом раскладе потенциальный приход Дональда Трампа в Белый дом в будущем году? Ведь члены НАТО явно обеспокоены этим. Они даже термин придумали. Хотят сделать НАТО Трампа непроницаемым. Я гностик здесь. Никто не знает, что думает Трамп. Кстати, то, за что Трампа очень сильно критикуют, когда он сказал, что я закончу в 24 часа эту войну, там было продолжение. Я закончу эту войну в 24 часа, а если Путин на это не согласится, я дам такое количество оружия и окажу такую помощь Украине, что он об этом пожалеет. Вот полная, так сказать, цитата. Я повторяю, никто не знает, что будет делать Трамп в отношении Украины или в отношении всего остального. Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Украина. Необратимый путь в НАТО. Моими собеседниками сегодня были Уильям Памеранс из Вильсеновского центра в Вашингтоне и Леон Арон из Института American Enterprise. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении «Тюмин». Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова